И как будет Он обучать нас, соответственно, с Его мудростью. Но мы бы иметь возможность, выбирать, если бы мы бы иметь Его мудрость или мудрость мира. И затем мы говорили о Маймониде. И мы увидели противоречия в учении Маймониде. И это очень важно, поскольку учение Маймониде служило основанием для позднейшего иудаизма. Поэтому проблема возникает такая, если в основании так много противоречий, то насколько можно доверять такому основанию. Также мы увидим, что последующие еврейские мыслители ссылались на Маймониде. И поэтому, если они ссылаются на Маймониде, то они выбирают, каким же истинным, каким же словам Маймониде они будут верить. Но также позднее мы увидим, что из-за таких противоречий это приведет еще к большим противоречиям. И потом мы увидим, что на протяжении всей истории у нас будут выборы, и нам будут бросать вызовы, будем ли мы ходить в Божьей мудрости или в человеческой мудрости. И мы увидим, что современная еврейская мысль берет свое начало с еврейской, европейской эмансипацией. И мы увидим, что именно в эти времена, в этот период евреи были освобождены, были уже не так связаны со своей общиной. И так на них смогла оказать влияние другая мысль, другая культура, которая окружала их. И мы уже перейдем к следующему еврейскому мыслителю современного периода, это Герман Коген. И на чем он сосредотачился? Он сосредотачился на рациональности и на этике. И благодаря этому, мы увидим, что его юдаизм был либеральным юдаизмом. И он также contributил к тому, что мы видим сегодня как гуманизм. Также помните, что все эти еврейские мыслители, и они были из Германии родом. И он жил в 1842-1918 годах. И он жил и учил в то же время, когда возникает с сионизм. И как он относился к духовности? Духовность он называл просто идея. И он верил, что духовность это какая-то идея, которую человек приобретает при каком-то вдохновении, воодушевлении, впечатлениях. Для него духовность основывалась на человеческих идеях, а не на Божьем слове. И он верил, что религия основывается на философии. И он также продвигал идею, которая называлась один бог моральности. И он верил, что моральность предназначена для всего человечества. И в многих способах, что он верил в, это была утопическую идею. И он верил, что пророчество имеет свои недостатки. И он думал, что пророчество имеет такой недостаток, потому что оно не подкреплено научными доказательствами. И он думал, что пророчество, на одной стороне, пророческий подход или взгляд, он исходит от Бога, и поэтому это выше стоит, чем учение Платона. Поэтому, с одной стороны, он увидел, что пророчество исходит от Бога, поэтому пророчество выше, чем учение Платона, а с другой стороны, Платон для него был научным человеком. Поэтому снова мы видим какое-то противоречие. И он думал, что научный подход к знаниям, к познанию чего-то, дает более лучший подход. Так же он учил много из рационального мышления Платона. И он верил, что такая идея или такая фраза, подобие Бога, образ Бога, это просто идея, что это не буквальный смысл несет в себе. Так же как и Маймонит не понимал идею, термин, образ Бога, подобие Бога. И это означает подобие, схожесть, сходство. И он думал, что человек похож на Бога с рациональной точки зрения, а не с точки зрения отношений. Это очень важно, поскольку мы можем видеть из примера Авраама, Исаака и Иакова, у которых были взаимоотношения с Богом. И поэтому, когда мы будем рассматривать этих еврейских мыслителей, мы также должны понимать их взаимоотношения с Богом. И поэтому Германа Когена не было особых взаимоотношений с Богом, так как он смотрел на Бога и представлял Бога как просто идею. И он даже говорил, что в Боге нет такого понятия, как взаимоотношения. И он не понимал, что в Боге есть взаимоотношения как между отцом и сыном. И есть еще одно противоречие, следующее противоречие. То, что он признавал отцовство Бога, который наказывает детей, дисциплинирует детей. Но он не понимал природу отца, который любит детей. И также он видел, что у Бога природа как у пастыря и как у учителя. Но все же он рассматривал Бога как идея, какая-то идея. И не более того. И он говорил, что Бог находится за пределами всякого понимания. За пределами какой-либо формы или подобия, образа. Он похож на какую-то идею. И можно только прочесть и думать. И он концентрировался на том, как можно понимать Бога своим умом, а не своим сердцем. И это очень важный аспект его взгляда на Бога. Кто такой Бог. Также он учил о том, что такое освящение. И он думал, что освящение – это как сделать самого себя святым перед Богом, как самого себя улучшить. И он называл весь этот процесс завоевание святости. Или же попытка достичь святости, что достичь жжения святости – это входит в задание человека. Это работа человека. И мы видим, что это также неправильное понимание Писания. Он цитирует Левитам 22.32, где сказано, что я буду освящен среди народа израильского. И он также цитирует Левитам 11.44, где сказано, «Освятитесь и будьте святы». И он не понимал, что вначале мы должны подчинить себя Богу, а затем Бог делает нас святыми. Также он немного учил о Духе Святом. И он цитирует Исайю 63.11, где сказано, что Бог поместил Свой Дух Святой среди человеков. Также он думает, что Дух Святой – это какая-то сила и качество Бога. Он смотрит на Духа Святого, как какую-то связь между Богом и человеком. И он говорит, что грех не может прервать, нарушить эту связь. И поэтому этой своей идеей, концепцией, он поддерживает идею иудаизма, идею в иудаизме монотеизм, где Бог – это один Бог, и у которого есть какая-то сила. Но он также говорит, что концепция Духа Святого в прямом смысле – это загадочная, это тайна. Поэтому на самом деле он не понимает природы Духа Святого. Также он учил о вере, что такое вера. Но он думал, что вера – это такой поступок умственный, что это тоже просто идея. И он верил, что вера – это залог моральности, залог Бога, существования моральности на земле. И он верил, что человек может стать моральным человеком. И его иудаизм, то, что он исповедовал, основывается на том, что человек – это моральный человек. Он учил этики или морали человека. Также он учил немного о Мессии. И он верил, что в обязанность еврея входит принести, мессианское царство, или помочь на стать мессианскому царству. И очень важно то, как он рассматривал это мессианское царство. И он думал, что мессианское царство – это продукт морального человека. И он думал, что в процессе человеческого рассуждения, человек сможет принять Божью любовь. И он думал, что по мере того, как человек будет самосовершенствоваться, то таким образом придет мессианская эра. И для этого мы должны сделать все возможное, чтобы все войны исчезли, прекратились. И он также верил, что, чем образованный человек, что view of man being a messiah would disappear. Again. The view of man becoming a messiah would disappear, would no more be. He did not hope for a messianic person. So this is a departure from the messiah being a king or even a political leader. So he did not view the messiah as a political. He didn't view the messiah as being – it could not be a political leader, could not be a person. And so he also believed that the term messiah and the word Christ was no longer valid. And because he believed in morality and the goodness of man, he did not see that man needed to be saved from sin. Right. And so he believed that what the prophets taught about was not valid, that there was no need of salvation. And he also taught about Zionism. And because he believed in the morality of man, he did not see the need for a Jerusalem or a land of Israel. And he also said that the prophet must lose his country for mankind, for mankind, will become his country. And he also believed that Israel must sacrifice its peoplehood for God. And he said that the state of Israel must disappear. And he said that the state of Israel must disappear. Right. He saw no place for a community of Israel. And so he also argued against Zionism. And he believed in a universal, mankind-oriented Judaism. Right. So he believed in a moral world. Right. And this moral world would be the promised land. And the way he felt about Zionism. He felt that Zionism mercifully disposes us of us liberal Jews by declaring us deluded. Right. Because we see that he basically promoted a liberal Judaism. Right. And that if there was an establishment of a land of Israel, then it would make those living outside of Israel feel like they were not doing right. Right. And he thought that the Jewish religion would be preserved. And so he believed that the Jewish people should integrate into their society. Right. And so he felt that as Jewish people integrated into their society, that's how Judaism would be preserved. Right. Now, one thing that I think we're going to see to a large degree, he was responsible for the views that a lot of people had against Jews. Right. Because he did not believe in the relevance of Judaism. As a matter of fact, he believed that German thought was superior to Jewish thought. And he actually tried to get Jewish people to adopt German thought. Right. And he believed that the German Jew was part of his nation's ideal personality. Right. And he also believed that it was more important for the German Jew to be committed to Germany, and that was his fatherland. Right. And he viewed Germany as his political fatherland and cultural motherland. Right. And cultural motherland. Okay. And I want to read you what he said. Because we're going to see that what he said, a lot of that was what brought about the Holocaust. He said, I believe that the Jews of France, England and Russia, do you want to read this? He said. Go ahead and read that whole paragraph. He said. That is our task to convince our religious sayers of all over the world about religious self and influence German sophists, and foes of all the Jews, as well as in the way of Jewish people from all the Jews. Their influence on their religious and cultural movements are in it. Наш пример может очень хорошо сослужить в качестве модели для тех, кто желает признать огромное превосходство ума немца во всех интеллектуальных и духовных вопросах. Я думаю, что это очень печально, что он говорил о превосходстве немецкого ума во всех интеллектуальных и духовных моментах. И это грустно, потому что, каков был результат превосходства немецкого ума? И поэтому та мысль, которой он придерживался, те идеи, которые он продвигал, во многом повлияло на отношение всего мира к евреям. И я также могу найти отношение к этому, найти связь с этим, как и вы здесь. Я вырос в семье, которая спасалась бегством из Польши. Моя бабушка рассказывала мне, что она видела, какие события она видела в 20-х годах, происходившие в Польше. И я помню, как она рассказывала, что весь мир настроен против евреев. И она видела, как в Польше все больше и больше рос нацизм. И так же для меня это печально, поскольку такая еврейская мысль повлияла на все попытки немцев, направленные против евреев. Так же Коген подвергал сомнению, подвергал вопросу, стоит ли, должен ли юдаизм существовать вообще? И он способствовал идее немецкого духа. И он говорил, что немецкий дух, он выше любого другого. И он также говорил, когда-то вы должны задать вопрос, является ли религия евреев все так же уместна в наши дни? Может ли она внести какой-то вклад в современность и будущую культурную жизнь? Или же ее значимость осталась исключительно в прошлом? А именно, тот сомнительный факт, что она представляет раннюю стадию в развитии религии? И когда я готовился к этим занятиям, то я думаю, что в этот момент нам стоит помолиться о еврейском народе. И когда мы читаем о Нейемии, который возвратился обратно в землю обетованную. И он каялся из-за непослушания еврейского народа. И он также просил, чтобы Бог простил их в то время, когда они будут восстанавливать Иерусалим. И я также хочу, чтобы мы молились о том, чтобы было восстановление еврейской мысли. Что вы думаете? Я хочу молиться, чтобы вы молились. Отец, мы приходим к Тебе, мы признаем, что те учения те мысли, еврейские мысли, даже если мы поверили этим идеям. И что наши прадцы слушали эту мысль. Это похоже на то, что мы пророчествуем свое собственное разрушение, свою собственную погибель. И мы просим Тебя, Отец, восстановить стены. Восстановить стены веры в Тебя, в Тебя, в Твое Слово. И помоги нам понимать Твое Слово и Твой Дух. И мы говорим, что твои мысли, не наши мысли. Твои мысли выше наших мыслей. И Твои пути выше, чем наши пути. Отец, прости нас за наши мысли. И прости, что мы сфокусировались на человеке, а не на Тебе. И мы хотим созидать еврейский народ. И мы молим, чтобы Ты превратил зло в добро. И то, что произошло с нашим народом, Сделай, чтобы все обратилось в добро. Восстанови нашу веру в Тебя. Восстанови нашу доверие в Твоему Слову. Восстанови нашу доверие в Твой Дух. Открой наше сердце, наши глаза. Помоги нам по-настоящему понимать Твой Дух. И помоги нам учиться прямо от Твоего Слово и Твоего Духа. Отец, дай нам Твое видение для нас, как Твоего народа. Так как Ты не хочешь нас разрушить, но используй нас, чтобы мы были светом для народов. Помоги нам исполнить эту роль, как свидетельство для других. Помоги нам прийти в такое место, которое Ты хочешь, чтобы мы достигли. И помоги нам достичь Твою волю на земле, как и на небе. Да, Паре, обрати наши сердца к Тебе. Так как мы хотим на самом деле быть Твоими представителями. Так как Ты нас призвал быть. Чтобы Ты был прославлен. Чтобы все узнали что есть Бог. И Ты живой. Аллюлуйя. Если Вы хотите помолиться, или кто-то хочет. Мордекаи Каплин Мордекаи Каплин Мордекаи Каплин является отцом реконструкционистского иудаизма. И он придерживался философии натурализма. И вообще, то, что он учил, что мы видим сегодня, как секуларий иудаизм. И то, чему он учил, в основном, мы видим в наши дни. Это называется мирской иудаизм. Итак, первый разрыв с иудаизмом, который мы видим, это был на примере Германа Когана. Следующий разрыв с иудаизмом это случай с Мордекаем Капланом. Он жил в 1881-1983 годах. Он был из Литвы, Литвы, а потом он переехал в Нью-Йорк. И на него повлиял один человек, которого звали Эмиль Дюркгейм. И Эмиль Дюркгейм был родом из Франции, и он был отцом социологии. И он начался с того, что был раввином. Затем его обозвали еретиком. И он был тот, который начался еврейской общины. И он начал и он преподавал в консервативном еврейском теологическом обществе в Нью-Йорке. Но его сын основал реконструкционистский раббинистический колледж. И мы увидим, что его учение стало основанием современного светского иудаизма. европейская эмансипация для него была просто переход от монархии к демократии. И он верил, что светское общество должно основаться на социальном согласии. Социальное согласие означает, что у всех граждан должны быть одинаковые права. В отличие от Когена, который был против сионизма, Мордехай Каплан был за сионизм. И он видел, что сионизм исполняет Тору и сионизм поддерживает евреев. И это то, каким образом еврейское отождествление или еврейство продолжало свое существование. И его мнение о сионизме было более социалистическим. И это то, что сегодня мы видим, в Израиле, мы видим зионистическое thought taking over a greater emphasis, from a social standpoint, than a religious standpoint. И поэтому мы видим, что в Израиле наши дни сионизм более отражает социальный аспект, чем религиозный. И очень интересно то, что Каплан учил о естественном, и он был против сверхъестественного. И он говорил, что все сверхъестественное, что описано в Библии, таит за собой определенную естественную причину. И он думал, что наше отношение к миру должно быть такое. Мы должны находить естественные причины тому, что происходило в Библии сверхъестественно. И он придерживался больше научного подхода к поиску истины, а не библейского подхода. И он думал, что реальность можно узнать благодаря науке. И поэтому его взгляд был перемещен с теоцентричного, сосредоточенного на Боге, к человеческому взгляду. И проблема в гуманистическом взгляде, что гуманистический взгляд концентрируется на человеческом, а не на Божьем. И что он пытался сделать, это как-то вместить Бога, вписать Бога в какой естественный порядок вещей. И он просто заменил на моральные устои, моральные понятия. И он видел, он верил в то, что может существовать всемирная религия. И у всех людей будет одна и та же теология. Единственная разница между людьми будет просто их культурное отличие. И митцвот, понятие митцвот для него просто была метафора, образное понимание, а не прямое. Никакой религиозной ценности он не видел в митцвоте. Он думал, что это только направлено на то, чтобы подкрепить или укрепить ваше еврейство. В то время как ортодоксальные верующие верят, что митцвот важен для духовности. И Каплан думал, что митцвот и заповеди просто... будут укреплять ваше собственное чувство, удовлетворение именно социальной точки зрения. И исполнение митцвот, исполнение заповедей, это просто укрепляет еврейство с социальной точки зрения. То есть, проблема с этим, это... Поэтому вы можете видеть предупреждения, как висеть, что вы чувствуете, что нужно быть висеть. Вы можете видеть предупреждения, как висеть, что вы хотите их висеть. Вот отсюда, вот где появляется понятие относительности, что все относительности, и главное то, во что верит человек. И мы также читаем в Писании, что каждый делал то, что было правильно в глазах его. И он был в основном сторонником такой философии. И он также верил, что миссия еврейского народа, это более социальная миссия. И в чем отличие было, что нужно отождествлять себя с народом, и не обязательно отождествлять себя с Божьим народом. И его новая концепция Бога, понимание Бога, то, как он понимал Бога, называется гуманизм. И он учил, что у Бога нет какого-то физического проявления. Но также у него было три слова, с помощью которых он описывал состояние Бога, как он выглядит. Эти три слова, сила, процесс и... Энергия, процесс и сила. Он не понимал Духа Святого, поэтому он говорил, что Бог – это энергия. И он не понимал, как Бог действует через Духа Святого. И он говорил, что Бог действует в процессе. Бог – это процесс. Таким образом, мы можем сказать, что он верил в Бога, как Стар Ваз, как Стар Ваз. В фильме Стар Ваз – это Форс. Вы знакомы с фильмом Стар Ваз? Когда они сказали, что Стар Ваз будет с вами. Я не помню. Я не помню. Стар Ваз. Таким образом, что он помнил, это был самовсилу. Что самовсилу будет лучше и лучше. Как Мазлофф. Если вы знакомы с психологом Мазлофф. И он также был сторонником самоактуализации, или же другими словами, что человек будет становиться все лучше и лучше. И поэтому человек все затачивает на самом себе, отождествляет все самим собой. И поэтому отношения с Богом у него будут такие же, то, чего он ожидает от себя. И он не рассматривал волю Бога и волю Бога в отношении человечества, но волю человека и как Бога можно вписать в этот план человеческой воли. И что он называет верой? Вера – это не то, что Бог может сделать для человека, но то, что сам человек может сделать своими силами. Поэтому представьте себе, если он сосредотачивался только на человеке, то о чем бы он молился, а как бы он учил людей молиться? И поэтому он учил, что молитва – это о том, чтобы пришла сила и помогла человеку исполнить, ну, самовыразиться, исполниться, сделать самому все. Поэтому он не отождествлял себя с Богом, а только с той энергией, с той силой, которая поможет человеку самовыразиться и сделать все, что он хочет. И также он содействовал различным светским мероприятиям вместо религиозных мероприятий или светской деятельности вместо религиозной деятельности. И для него еврея – это был культурный человек, культурный еврей. И поэтому эти культурные мероприятия и социальные мероприятия, деятельность различная, она заменяла собой всякую религиозную. И если мы снова возвратимся к концепции того, что Бог создал человека по своему образу, то для Каплана образ – это образ самого человека. И для него Бог – это как бы проект цель, образа человека. И это значит, что Бог – это тот, кем ты хочешь, чтобы он был. Помню, когда еще где-то 15 лет назад у моего отца был инфаркт, и у нас была молитвенная встреча, и мы молились о нем. Он думал, что вот, он уже умрет, но мы молились, и он выжил. И когда я сказал моему отцу, отец, мы молились о тебе, и Бог исцелил тебя. Он говорит, что нет, я сам себя исцелил. И у него была такая же либеральная философия. И мы бы сказали, что у большинства евреев в наши дни также такая либеральная вера. Играет. Играет.